Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Сегодня я веду, я, Нина Демогла. Сегодня мы поговорим о самом волнующем вас вопросе, о вопросе энергобезопасности, о том, что нам в ближайшее время ждать в сфере тарифов на газ, на электроэнергию. На эту тему мы обсудим ряд вопросов с гостями нашей студии. Наше приглашение сегодня принял экс-премьер-министр молдавского, экс-вице-премьер-министр молдавского правительства, экономист Александр Муравский. Александр Сергеевич, здравствуйте. Спасибо за то, что приняли приглашение и стали гостем сегодняшнего эфира. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. А также наше приглашение принял эксперт, технический эксперт в области энергетики, а также докторант кафедры экономики публичного управления Андрей Домашкан. Андрей Ионович, здравствуйте. Добро пожаловать. Вы впервые у нас в эфире. Спасибо большое за приглашение еще раз. Начнем с самого, может быть, банального, но волнующего всех вопросов в связи с тем, что мы слышим в последнее время заявление главы правления Молдова ГАЗ, господина Чебана, который заявляет о том, что начиная с июня ту цену, которую платят за газ потребители и ту цену, которую Молдова ГАЗ покупает у Газпрома, она значительно разнится. И вот в июле месяце мы слышим снова о подорожании цены на газ. И господин Чебан говорит о том, что по закону они обязаны обратиться в НРЭ. То есть это что, господин Муравский, означает, что повышение цены на газ для потребителей неизбежно? Ну, во-первых, Молдова ГАЗ уже подал заявку в НРЭ, и НРЭ обязаны рассмотреть, а учитывая цифры, которые были представлены, и очередное повышение цены в июле мы должны покупать уже по 980 долларов, что больше, чем на 100 долларов, больше, чем в июне месяце, то, естественно, повышение закупочной цены. Более того, была маленькая ремарка господина Чебана, не в этом интервью последующем каком-то, о том, что следует ожидать повышения тарифа и в августе месяце, потому что цена будет продолжать расти. Поэтому это, как говорится, вполне закономерно. Если закупочная цена растет, то растет и тариф. Меня тут немножко... Ну, это вопрос политики, но сразу после этого, вы знаете, было несколько заявлений представителей правящей партии, депутатов о том, что мы сделаем все возможное, чтобы тариф вырос не так сильно, или что тариф вообще не вырастет и так далее. И тогда возникает все время вопрос. Ну, НРЭ у нас независимый орган, да? Орган, который утверждает тарифы в соответствии с утвержденной парламентом методологии. И никто не может влиять. И поэтому, когда время от времени звучат... Это грешили и предыдущие правительства. Я не хочу бросать камень в огород только одних в этом отношении. Предыдущие, когда, включая премьер-министр, или министр, говорил, тариф не повысится. Значит, мы сделаем все возможное, что ли, НРЭ тариф не повысит. Значит, если это орган независимый, то тогда, если вас что-то не устраивает, тогда займитесь пересмотром методологии и ищите там причины, что, возможно, там. Во всяком случае, если мы возьмем рынок бензина и мазута, и гестоплива, то причина лежит в методологии, особенно в тех изменениях, которые были внесены депутатами ПАС уже. И тогда началась эта свистопляска с ежедневным утверждением тарифов. И вот этот постоянный рост... Сейчас они пошли вниз немножко. Это хорошо, как говорится. Посмотрим, насколько долго это будет. Это, кстати, снижение цены на нефтепродукты на мировом рынке, на биржах. Оно тоже в определенной степени может сказаться на последующих тарифах на газ, потому что у нас формула включает составляющую спотовых рынков и 30% и 70% в зависимости от сезона цены на нефтяных, так сказать, рынках. Вот когда там идет вниз, значит, нам хорошо от этого. Поэтому будем ждать все эти изменения в лучшую сторону. Поэтому, заканчивая, скажу, что да, вопрос повышения тарифов, он неизбежен в этой ситуации. Вопрос заключается только в том, насколько. До сегодняшнего дня мы видим, что обычно соблюдается правило, скажем так, что НРЭ всегда утверждает тариф чуть ниже, чем запрашивает поставщик. Это и по электроэнергии, и по Молдова-газ и так далее. Ну, в чем причина? Это уже технические детали. Это может, как говорится, то, что поставщики, как правило, просят чуть больше с надеждой на то, что им дадут так, как надо. С другой стороны, НРЭ иногда, как говорится, более дотошно вникает во все статьи расходов, особенно в критические ситуации, и урезает расходы, которые, может быть, необходимы. Но, говоришь, что, допустим, инвестиционные расходы, которые Молдова-газ закладывает в тариф, в этом сезоне, при этой ситуации, могут быть сокращены под таким-то, таким-то статьям. Это уже игра расчетов. Поэтому тот тариф, который запросил Молдова-газ, он будет, в реальности, я думаю, НРЭ утвердит выше, чем существующий. Выше, чем существующий, но ниже, чем запрашиваемый. А на сколько, будем ждать. Господин Домашкан, как Вы считаете, повышение цен на газ неизбежно? Смотрите, нельзя так рассматривать вопрос, неизбежно или нет. Давайте посмотрим на несколько... У нас довольно сложная система расчета тарифов, точнее, влияния на тариф. Первое, тариф состоит из трех составляющих. Это, собственно, цена на газ, которая существует, это цена транспортировки, и цена пока она до границы, потому что у нас существует соглашение, если мы берем именно Молдову-газ как предприятие с доставкой газа до границы, Республики Молдова, и третье, это дистрибуция. Соответственно, если мы говорим о тарифе, он может повыситься из-за разных составляющих. В данном случае повышение тарифов происходит из-за того, что, скорее всего, больше всего все обговаривают сейчас из-за роста стоимости газа, который закупается у поставщика, у Газпрома. То есть вот это повышение цены, оно и влияет на повышение тарифов. Хотя, возможно, составляющие, связанные с транспортировкой внутри Молдовы, и с дистрибуцией тоже могут претерпеть какие-то определенные изменения. Просто они не такие чувствительные. Это первое. Второе. Тариф может повышаться по двум причинам основным. Либо у предприятия накоплены какие-то тарифные отклонения, либо финансовые отклонения, по которым он просто требует повышения, потому что это минуса в его бюджете, или физическая нехватка денежных средств. Либо второй вариант. Это, как я говорил, повышение одной из составляющих стоимости газа. Соответственно, сказать сейчас, что именно тариф повысится или не повысится, можно только в том случае, если хорошо знать, какова причина, и каковы основные мотивы, по которым подал Молдова Газ сейчас в НРЭ требование или просьбу, или, скажем, документ о повышении тарифа. Если это связано с повышением стоимости газа, о котором мы слышали, говорит господин Чабан, то, естественно, если вы покупаете это по более дорогой цене, газ, и это одна из составляющих тарифа, вы будете вынуждены повысить, потому что в противном случае у него будет накапливаться тарифное отклонение в большом масштабе, и он физически со временем не сможет исполнять свои функции. Ему где-то для поддержания своих собственных технологических возможностей, и для того, чтобы газ двигался для каждого потребителя, нужно будет иметь денежные средства. Для этого нужно купить сам газ, для этого нужно иметь денежные средства, для того, чтобы работала техническая часть. И поэтому мы будем вынуждены тарифное отклонение погасить. Другой вопрос, что у НРЭ есть определенный срок на рассмотрение. И второй вопрос здесь, что могут быть определенные соглашения между Молдовой газ и НРЭ, скажем, по срокам повышения, ступенчатости повышения тарифа или снижения тарифа. Сейчас предугадать, какой будет тариф зимой, мы не можем. Мы все ожидаем повышения тарифа, мы видим спотовые цены, мы видим фьючерсы на будущий период, которые растут. Мы видим и понимаем, что зима накануне, на грани, скажем, она уже близко. Соответственно, мы можем ожидать, что к зиме обычно тарифы растут. Но сказать 100%, что они повысятся только из-за того, что Газпром будет продавать дороже нам газ, мы не можем. Мы не можем сейчас это спрогнозировать. Иван так и говорит. Причем у нас в июне уже цена была на 200 долларов дороже, чем в июне потребители, конечные потребители платили. Мы понимаем, что сейчас по логике эту разницу размажут. Также по потребителям все равно мы будем платить, но чуть-чуть позже. То есть глава Молдова газ говорит, что именно поэтому и они дали запрос на РЭ. Но у нас и сам принцип платежа за газ заключается в том, что сначала вы потребляете газ, а через какое-то время вы его оплачиваете. Я говорил, что есть и другие страны, у которых так не происходит, в которых есть платежи более частые или есть платежи в аванс у потребителя. В данном случае он просто вынужден запрашивать, потому что он уже потратил эти деньги и рассчитывает на то, что ему вернутся деньги. И в конце концов, Молдова газ – это коммерческая организация, неблаготворительная. Система бытовых потребителей, где газовый счетчик, который стоит, имеется в виду не просто, как у нас считают и потом снимают показания. А ты приходишь, бросил туда монеты, у тебя газ есть. Ну, карточка там. Ну, я бросил в свое время монеты, когда я снимал квартиру в Лондоне, я бросал монеты на свет. Кончились монеты, свет отключился, газ отключился. Бросил – получаешь. Не бросил – не получаешь. И у нас постоянно так получается, мы можем как-то спрогнозировать, что у нас будет осенью и зимой? Нет. Вот господин Муравский сказал по цене, по тарифам. Смотрите, опять же, если мы говорим о тарифе, если мы предположим, цена на газ при закупке «Газпрома» будет константой. Тариф все равно будет расти, потому что мы должны каким-то образом погасить в Молдове газ те задолженности, которые имеются перед Молдовым газом, у нас, у потребителя. Ведь это мы потребили этот газ, и у него есть доказательства того, что этот газ стоил дороже, чем мы ему оплатили. Он должен иметь какой-то механизм и способ для того, чтобы вернуть эти денежные средства. Это методология. Эта методология расписана у НРЭ, она утверждена правительством, она имеет силу закона. И поэтому он будет следовать четко этой методологии. И здесь вот эти все колебания, которые Александр Сергеевич говорит, небольшие, которые идут у НРЭ по отношению к запрашиванию тарифа, связаны обычно либо со сроками погашения, либо с некоторыми нюансами о запрашиваемом тарифе, связанными с теми статьями расходов, которые не совсем понятны НРЭ. И она их исключает. И по обоюдному соглашению утверждает какой-то тариф. Оппонентам Молдова газ опять говорят о том, что это все происходит, потому что Молдова газ – это монополист на рынке. Это обвинение справедливо? Нет, нет, несправедливо. Отчасти справедливо, скажем. Во-первых, то, что он является монополистом – это не заслуга нынешнего руководства, это недостаток нынешнего правящего руководства. Но если можно было говорить, что в предыдущие годы специально сохранялся монополизм, и третий энергопакет внедрялся с большим трудом, и долгий срок, и с какими-то оговорками, и прочее, в конце концов, мы отрапортовали в 2019 году о том, что энергопакет третий у нас внедрём и Европейскому Союзу, в частности, и Энергетическому Совету. Есть соответствующие документы, протоколы. Значит, энергетический пакет третий предусматривает работу рынка газа. Рынок газа не создан. Ни рынок электричества толком сегодня у нас не существует, ни рынок газа. Если бы существовал этот рынок, соответственно, были бы другие продажи других компаний. Это первое. Второе. Лицензию на поставку газа имеют многие организации. Если вы поднимете сайт Наревы, вы увидите, что на поставку газа, в частности, есть как минимум 18-20 компаний, лицензий, которые могли бы заниматься этим вопросом, но у них нет сегодня инструмента, потому что не создан рынок газа. Нет рынка газа, нет конкуренции. Нет конкуренции, молодого газа становится как будто бы автоматическим монополистом. Это два. Третье. Компания Государственная Энергокома обладает лицензией на поставку и газа, и электроэнергии. И вполне активно занимается поставками газа. По крайней мере, она начала этим заниматься еще в прошлом году. Сначала это были мелкие покупки, как будто бы для балансирования системы Молдовы Трансгаза, для того, чтобы повысить давление. Хотя я не думаю, что так сильно там влиял этот миллион кубов газа купленных. А сейчас это закупки газа для хранения в Румынии, для того, чтобы поддавить зимой, и в случае отсутствия газа, и для того, чтобы иметь определенный баланс газа в системе. То есть Энергоком этим занимается. Другой вопрос, что это выглядит несколько суррогатно, потому что почему занимается одна компания, в которой есть государственный капитал, другая компания, потому что там есть государственный капитал. Если речь идет о заботе о наших гражданах для того, чтобы они имели газ и имели его по сходной цене, то это один подход. И все равно здесь тогда нужно отходить от рыночных условий, отходить от третьего энергопакета. А вырабатывать какие-то другие условия, другие законы. Пусть даже временно. Если мы хотим, чтобы была цена на газ такая, какая реально существует, тогда должен быть рынок. Рынок отрегулирует эту цену. Должно быть 20 поставщиков, которые могли бы предложить разные условия от разных стран, потому что никто не может сказать, какие есть возможности у каждого из поставщиков. Вы даже обратите внимание, появилось сообщение о том, что есть еще одна компания, которая хотела активно поставлять газ на наш рынок. Мы даже знаем, чья это компания, кто за ней стоит и для чего она это делает. Все, сразу все сполошились. И особенно почему-то сполошились эксперты, которые обычно традиционно ругают Молдовый газ. Странно, как бы вообще нужно было сполошиться Молдовый газ, потому что должна была сказать. Но она высказалась так, очень косвенно, в частности в своих интервью. Наверное, потому что поставки газа намечались из одного и того же источника, из Российской Федерации, скорее всего от Газпрома. А кто руководитель этой компании? Дело в том, что мы все-таки, когда говорим о монополии Молдова-Газ, тут должны иметь в виду вообще общую схему и роль монополии в малых государствах. Потому что, с одной стороны, вот как Андрей Иванович говорит правильно, у нас в принципе на сегодняшний день юридическая база не запрещает создавать компании и так далее. Более того, согласно этими же энергетическим пакетами, я многократно говорил об этом господином Чебаном, нет никаких препятствий, что какой-то другой поставщик будет прокачивать газ через трубы Молдова-Газ. Потому что они обязаны предоставить. Более того, насколько я знаю, сейчас, может быть, был период, особенно до газа указанных, что часть сахарных заводов получали газ напрямую не через Молдова-Газ. Вопрос заключается в чем? В том, что Молдова-Газ обслуживает территорию с достаточно малым количеством потребителей. Чем больше поставщиков, тем больше возникает других проблем. Потому что газа – это же не просто, что ты выбросил на рынок десятки видов разных конфет. И человек идет, 100 грамм купил там, 20 грамм купил там и так далее. Это техническое обеспечение, это заключение контрактов, это наличие квалифицированного персонала в этой области. То есть там возникает часть других. Есть предел, до которого маленькая компания, но невыгодно ее содержать. Она не сможет выжить в этих условиях конкуренции с такими объемами. Потому что объемы же имеют значение. Поэтому всегда будет какой-то баланс. Я не думаю, что в Молдове у нас будет ситуация, когда у нас будет 20 поставщиков. Реально нет. Но дай бог, чтобы было 3 более-менее нормальных, уже создается и так далее. Но есть целый ряд причин, которые хорошо господин Дамышка написал, который пока тормозят, тормозят не с точки зрения того, что государство не дает. А то, что эти условия пока, к сожалению, не такие, которые позволили бы этому сегменту самостоятельно развиться. А может быть, не хватает еще толкачей со стороны государства, каких-то действий, которые бы простимулировали этот процесс. Но не надо строить иллюзии. Насчет того, что кроме того, даже если представить, что сегодня у нас будет 3-4 другие компании, у них есть правый фланг – Россия, есть левый фланг – европейский рынок. На европейском рынке все дороже. Единственное, что они могли бы, вот как эта маленькая компания, которая вошла, заключить контракт напрямую с «Газпромэкспорт», не как «Молдова-газ» и так далее, а как частная компания на других условиях, и может быть даже по цене в 2-3 раза дешевле. Мы, когда говорим о Румынии, там 2 компании, которые покрывают в зависимости от года от 10 до 15% рынка российским газом. У них контракт с «Газпромом» они покупают до сегодняшнего дня по смешной цене. Последняя цена была 100, сейчас, по-моему, до 200 долларов. Но у них контракт где-то был на 30 лет, заключенный еще в конце 80-х, начале 90-х по так называемых «бугульманских соглашениях», когда были открыты новые месторождения. Они не имеют никакого отношения к румынской газовой компании, это 2 частные компании. То есть вопрос, он имеет место, право быть, но не надо переоценивать возможности. Но об альтернативных поставках мы, может, еще поговорим. Александр Сергеевич, что в данной ситуации должно делать правительство? Мы уже слышим о том, что они говорят, заявляют, что они проанализируют потребителей. Люди с низким социальным достатком, им будет компенсирована какая-то часть стоимости за энергоресурсы. Но каким образом сейчас должно? Правильно ли они действуют? Давайте разобьем вопрос на несколько частей. Во-первых, все-таки я это повторял, повторяю и буду повторять. Меня до сегодняшнего дня никто не убедил в обратном. И население должно прекрасно знать, что вина за возникший энергетический кризис, особенно в ценовом секторе, что резко возросла цена на газ, и мы в системе, при которой она может, я согласен с тем, что никто на 100% не может сказать, вдруг сложится такая ситуация на европейском рынке, они все хранилища заполнят. Сейчас зима будет не такая суровая. Откажутся от части газа. Откажутся от части газа, заменят его, так сказать, зеленой энергетикой, угольные электростанции они опять запустили. И этот всплеск цен уйдет и начнет даже снижаться. То есть все может быть. Но, предположим, как говорится, вот эта ситуация, которая сейчас имеется, она в значительной степени полностью вина руководства Республики Молдова, начиная от президента, премьер-министра и главного доминатора переговорщика по результатам переговоров, которые они провалили полностью. Президент и премьер-министр полностью самоустранились, заняв позицию, так сказать, агрессивно-нейтральную, скажем так, то есть это не наше дело, плюс с определенными добавками. Все возложили на плечи Спыну, для которого этот сектор абсолютно не знаком. Кроме того, он немножко вел в свое время, наверное, переговоры по другим моментам офшорных компаний, а не с газпромовскими компаниями, где другая специфика. Короче, мы получили то, что получили. Более того, когда стало ясно, что мы, грубо говоря, вляпались в это, правительство сделало и продолжало поступать так, что практически сожгло все мосты, которые давали возможность еще вернуться к пересмотру условий и так далее. Хорошо, а это все? Здесь дело не только аудита, который является одной из причин. Вот это все. Поэтому сегодня мы находимся в ситуации, когда мы живем, правительство живет по старой всем знакомым прошедшей советские времена пословицы «сначала надо создать проблему, а потом ее героически преодолевать». Вот сегодня правительство пытается героически преодолеть. Я сейчас не могу критиковать их за то, что они тогда действительно им надо искать возможности компенсации. Ясно, что компенсировать тарифы, рост тарифов для всех слоев населения, как это было сделано на первом этапе, невозможно. Это и социально несправедливо, это и финансово невозможно. Но проблема заключается в том, что сегодня тарифы опять возрастут. И если они возрастут на зимний период, будут продолжать расти, то мы получим ситуацию, что если не пойти на компенсации абсолютного большинства населения, то тогда мы получим перевод так называемого среднего класса Республики Молдова, потому что мы понимаем условность этого понятия средний класс в Молдове по уровню доходов по сравнению с тем, что имеется в виду в других странах. Так вот, этот средний класс очень быстренько перейдет в категорию бедных. Поэтому тут вопрос компенсации, да, знаете, тут уже не пойдет на то, что там если меньше 2000 лей или 3000 лей на семью, мы даем компенсацию, а если больше, то не дадим. Мне уже придется... Не слишком ли много навалилось на это правительство? Мы видим с примакаса, что происходит, какой скандал, мы видим с ценами на энергоресурсы, мы видим, какая ситуация у фермеров и так далее. Ваше чутье, что вам подсказывает? Это правительство справится или нет? Мое чутье подсказывает, что здесь происходит комбинация различных ситуаций, различных факторов. С одной стороны, объективно говоря, да, на это правительство свалилось много. Страна еще была в состоянии пандемии и должна была выходить из нее. Энергетический кризис, который в значительной степени спровоцирован был действиями европейцев, которые в своей, так сказать, политике сначала попыткой бороться с так называемой российской монополией, замешанной на антироссийской политике и продвижением ускоренным и зеленой энергетикой создали проблему там, на этом спотовом рынке. Это пришло оттуда. Потом своими действиями о переговорах, как мы говорим, провалом, правительство добавило к этому. Этот фактор, энергетический кризис, половину не наша вина, половину наша вина. Пандемия, ну, понятно, что. Значит, дистопливо и солярка, то есть дистопливо и бензин, опять-таки 50-50, потому что методологию, которую изменили, и порядок расхода, который изменили, и уже месяца два, три, я и другие многократно говорили, что проанализируйте ситуацию, что вы всылаете, все, что мы берем, Наре считает по ценам биржи и так далее. У нас 99% бензина приходит из Румынии, 80% солярки приходят из Румынии. Они не покупаются там на биржах, они приходят напрямую. Лукоил со своих заводов берет Лукоил Молдавский здесь дистрибьюцию. Ром Петров и Петром. То есть там нету этой биржи, поэтому правомерно ли использовать этот механизм? Не лучше ли посмотреть эти контракты, которые есть, долгосрочные? Торговая маржа в Молдове, торговая маржа в Румынии. То есть есть моменты, которые... Налоговая политика здесь и там. То есть есть моменты, которые нужно просмотреть. Но все это вместе создало глубок проблем. И вот тут вина правительства, как с одной стороны любое правительство, нет их идеальных. Оно в возникших кризисных ситуациях частично бывает, оно не виновата. Частично виновата тем, что не так, не вовремя среагировало. Как наше правительство с инфляцией, которое все валит на национальный банк и на мировые рынки. А мы здесь ни при чем. Но когда в стране самая высокая инфляция в Европе, то кроме внешних и нацбанков существуют роли правительства. А вы не умеете работать вместе. И вот тут главная вина, на мой взгляд, правительства во всем, что заключается в том, что это правительство, как никакое другое, самозакрытое, как партия ПАС и правительство, их представители, это такого сектантского характера, которое не способно ни с кем сотрудничать, не способно обсуждать проблемы, особенно с оппонентами обсуждать, не способно привлечь на свою сторону специалистов, даже если они другой политической ориентации, не способно обеспечить транспарентность. И это видно во всем. Это было видно в законе о так называемой цензуре. Это видно с тем, как сегодня топорным образом пытаются провести так называемую реформу высшего образования и науки. И сделали на сегодняшний день то, что восстановили против себя всех с этой области. И теперь любой, кто скажет слово «реформа высшего образования», будет рассматриваться как враг народа. Только потому, что правительство сделало это глупо, как никогда никто бы не смог сделать даже специально. – Гасперин Муравский, и все же, ваш вывод такой, что правительство должно уйти в отставку? – Это не изменит ситуацию. Потому что, давайте так, нам надо привыкать жить в условиях, и правительству это, к сожалению, правительству предположим, – вот оно уходит в отставку. Уже многократно открытым текстом представители самой ПАС открыто говорят о том, что кадровый потенциал ПАС практически на нуле. На сегодняшний день в правительстве лучшие представители. И мы видим их уровень. Я не говорю квалификации как специалистов. Они многие прошли, так сказать, школу проектов, имеют хорошее образование, кто лучше, кто хуже. Знают предмет. Некоторые, правда, не знают, но это уже другой разговор. Но часть знает. У них нет административно-управленческого государственного опыта. И у них есть вот эта самозакрытость. Хорошо, правительство уходит в отставку. На его место что? Кто придет? Новое правительство – ПАС. Потому что ПАС не уйдет. И власть не отдавь до следующих парламентских выборов. Если только не сложится такая ситуация, что народ на площади их скинет. Ну, в Молдове это… Получается, что у нас никогда на социальной волне никогда не менялся парламент. Чисто на социальной волне. У нас были революции, связанные с языком, с унирией и так далее. Но на социальных протестах мы не настолько еще политически зрелые. Подтолкнуло все-таки в 19-м году. И все же, господин Муравский, перед тем, как мы выйдем на рекламную паузу, нам что, остается оповать только на помощь внешних партнеров? Нет. Нам остается уповать, продолжая тем, как все, кто имеет, так сказать, возможности каким-то образом влиять, хотя это очень трудно, но все-таки влиять. Это парламентская позиция, которая должна быть более зубастой и более аргументированной. Все эти, так сказать, уходы с заседаний парламента и прочее, это тоже форма политической борьбы. Но главная форма политической борьбы – это трибуна парламента, на которой должны звучать четкие аргументы неправильности или, если есть предложения, обоснованные. Потому что на 99% предложения, которые выносятся сегодня на трибуну парламента со стороны оппозиции, они тоже носят откровенно популистский, неподтверденный ничем характер. Эти обещают компенсации в тысячу лей, выходит оппозиция и говорит, дайте пять тысяч. Ну, давайте будем серьезно заниматься этим делом. Мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Итак, мы вернулись в студию. Напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы обсуждаем тему энергетической безопасности с гостями нашего эфира. Значит, Андрей Иванович, я хотела бы продолжить нашу беседу с вами. Вот действительно, на сегодняшний день, мы как человека политичный, вот на сегодняшний день мы знаем, что у «Газпрома» Германии, Италии, Венгрии и другие страны Европейского Союза продолжают закупать газ. Так же, как и мы. И, в принципе, потребители там тарифом довольны. Почему у нас такое несовпадение? Почему у нас так получается? Потому что уровень дохода другой? Или потому что они договорились на других условиях? Я не думаю, что они довольны всем тарифом. Как бы всегда люди недовольны тарифом. И просто другое дело, что в других странах есть возможность оплачивать этот тариф. И даже если он повышается, это не влияет катастрофически на доход этой семьи. Точнее, не на доход, а на расходы этой семьи. Потому что доходы семьи позволяют оплачивать данные затраты. Другой вопрос, что все равно на все существует определенный предел. И постепенно, постепенно, как сказал Александр Сергеевич, каждая семья свой бюджет считает, она может выпасть из разряда тех семей, которые способны оплачивать тариф. Кроме того, нужно понимать вопрос следующий. Что если бы не существовало в мире стран, которые покупали бы газ по более дешевой цене, мы могли бы сказать, что да, это мировая проблема. Газ везде стоит одинаково. Так, к примеру, происходит с нефтью. Хотя не во всех странах тоже одинаково. Это во-первых. Во-вторых, если бы не существовало поставок Газпрома по более низкой цене, мы тоже бы сказали, да, во всем виноват Газпром, именно он повысил, и по этой причине у нас есть высокие цены. Но если существуют поставки Газпрома по более низкой цене, значит, есть возможность для того, чтобы каким-то образом прийти к переговорам с этой компанией и найти возможность с этой компанией найти компромисс. И поэтому, если вы меня спрашиваете, вот вы спросили в вопросе, что нужно делать сейчас для того, чтобы мы могли быть застрахованы, как минимум для того, чтобы газ появился, это и есть часть энергетической или национальной безопасности, то вопрос рассматривается в двух хипостасях. Первое. Нужно иметь сам газ. Нужно понимать, где вы покупаете газ и по какой цене он покупается. Эта цена должна быть приемлемой, и, естественно, хотелось бы ее получить как можно более низкой. И второе. Это транспортировка этого газа. Потому что в Молдове еще есть вопросы, связанные с транспортировкой. В зависимости от того, откуда будет поступать газ, чей это будет газ, какого вида газ, от этого и зависит вопрос, когда он и куда поступит в нашу трубу. У нас есть четыре направления. Север, юг, запад и восток. Об этом уже говорил кто-то, по-моему, даже господин Чапан. И поэтому он может принять с любого направления. Но это не значит, что принимая с любого направления, мы одинаково будем обеспечены газом по всей стране. Это известный факт. Поэтому здесь нужно рассматривать вопрос сейчас очень быстро нашему правительству разных сценариев. Если я покупаю газ здесь, то почем я его покупаю? Могу ли я его протранспортировать реально? За какие деньги я могу протранспортировать? Сегодня, например, транспортировка через Украину стоит 29 долларов. Представим себе, что завтра транспортировка через Украину прекратилась. И остался у них один потребитель, это мы. Ну и еще какой-то потребитель по какой-то причине на нашей трубе, предположим, в холодное время года Румыния решила закупить еще у Газпрома. Предположим. В этом случае тариф на Украине обязательно вырастет, потому что все расходы системы, которые я должна обеспечивать, и это еще технически надо обеспечить, вы обеспечивая транспортировку газа до Молдовы, она вырастет. И, соответственно, отсюда вы будете иметь повышение тарифа. Второй вариант. Если вы, допустим, по какой-то причине не договорились с Газпромом, или прекратилась поставка вообще через Украину, такое же может случиться. Сила военных действий. И что тогда мы делаем? Тогда возникает очень сложный вопрос. Эти сценарии тоже нужно проговаривать. Нам, возможно, поставка газа с севера, с запада или с юга. Газпром сам по себе может сказать, господа, у вас есть часть нашей компании, это компания Молдова-Газ, мы можем поставить по южному коридору через южный поток, вам газ через Черное море, Турцию, Болгарию и Румынию. Вот тут возникает вопрос, если Молдова-Газ будет это делать, то страны, которые являются странами-транзитерами, они готовы нам поставить этот газ? И тут могут возникнуть разные мотивы. От технических мотивов, качая политическими мотивами, по которыми газ может не поступить. Хорошо, господин Новошкан, вот, например, вы сейчас говорите о такой сценарии, который, в принципе, мы сейчас не можем ничего исключать, учитывая ситуацию в регионе. Вот Украина отказывается от транспортировки российского газа через свою территорию. У нас есть логистическая возможность через, как вы говорите, Турцию, Болгарию доставить газ в Молдову? Смотрите. Инфраструктура есть? Украина откажется только в том случае, если какую-то часть своей территории она не контролирует и не контролирует газовую трубу, грубо говоря. И не контролирует каприесторную станцию, не контролирует газоизмерительную станцию, не контролирует отсекающие краны и так далее, и так далее. Тогда в этом случае она просто не контролирует часть системы. Естественно, что директор компании, который не может контролировать часть своей системы, не может гарантировать безопасность этой системы. Тогда в этом случае он просто вынужден будет отказаться от транспортировки этого газа и перекрыть кран для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны, безопасность транспортировки этого газа. И таким образом газ не сможет поступать через территорию Украины. В этом случае нужно смотреть на те соглашения, которые имеются у Молдовы ГАЗ с «Газпромом». Скорее всего, там прописан южный коридор поставки этого газа. И вообще «Газпром» большая компания, у нее есть большие возможности. Он может не только физически поставить газ, допустим, с юга или с севера. С севера сейчас объясню как. Он может иметь обменные возможности. То есть это «СВОП» так называемый. Это обменные объемы, где «Газпром» отдаст этот объем какой-то газа в одной стране, а вы от этой страны получите газ в этой стране. То есть это варианты возможные. Но мы помним в 2014 году, когда временно, кажется, в 2014 отключали газ, когда все леса у нас чуть ли не вырубили в Молдове. То есть никаких альтернативных источников поставки не было возможностей? Тогда не было возможностей, потому что, во-первых, в реверсе трансбалканик, так называемые три ветки трансбалканского газопровода, не были развернуты. Сегодня они развернуты. Это известно. Болгария, например, развернула свои компрессорные станции. К тому же возможность по южному коридору перекачки уже идет из ТАП-ТАНАП из этого газопровода. Кроме того, есть из Греции поставка на Болгарию. То есть появились просто другие технические возможности. Это раз. То есть возможности технически есть? Есть, но мы должны понимать, что Молдова может быть обеспечена газом полностью на всей территории, только если газ заходит с двух направлений. И желательно, чтобы это были север-восток или север-юг. В других остальных вариантах, например, поставку через Дороговскую территорию... Нет. Юг это поставка из Орловки на Каушан. Или дальше на Приднестровье. То есть вот такой вариант существует. В этом случае Молдова будет обеспечена газом, хотя этот вариант еще никто никогда не опробовал. То есть сказать точно, как он будет работать, неизвестно. Поставка газа из румынской территории по румынской трубе Яшунгень, она не обеспечит юг Молдовы. То есть если с севера еще будет поступать газ через Алексеевку и будет поступать с запада, никто этот вариант еще не опробовал. Сказать 100% будет газ или нет, никто не может, но гидравлические расчеты показывают, что до юга Молдовы газ не дойдет. Это объективный фактор. Что касается поставки с севера, скажем, здесь возможны варианты поставки из Бонгарта, например, закупки вина на бирже. Здесь будет какая-то цена, и это может быть газ и газпромовский, с так называемой зарегистрированной или незарегистрированной молекулой газа газпромовской. То есть это может быть и газпромовский газ. Это все зависит от желаниям Газпрома вести данные переговоры с Молдовой газ, и от желания Молдовы газ или от возможности Молдовы газ убедить Газпром в том, что он хотел бы продолжать продавать газ на этом рынке при вновь создавшихся условиях. Я думаю, что у Молдовы газ такое желание есть, и решимость такая есть. Я когда разговаривала, общалась, кажется, с господином Кико, он сказал то, что мы должны понимать, что вот этот газ, вот эти вот все реверсы, которые идут по Европе, мы должны понимать, что это при любом раскладе будет обязательно газ Газпрома. Не обязательно Газпрома, это в том случае, если вы купили у Газпрома. Он физически может быть не быть газом Газпрома. То есть этот газ добыт в Норвегии. Но вы когда обмениваете газ, все равно вы покупаете его у Газпрома. То есть важно, у кого вы покупаете, а дальше происходит обмен газом. То есть газовая среда, как говорил Александр Сергеевич, устроена так, что не обязательно в каком-то месте пришедший физический газ является именно газом Газпрома. Он может быть физически газом из другого месторождения, но принадлежать Газпрому. Тем более, что сейчас... Потому что он его поменял, просто поменялся с кем-то. Тем более, что сейчас, когда структура газа по происхождению на европейском рынке резко меняется, поскольку сокращаются поставки российского газа в силу целого ряда политических причин эмбарго и так далее, хотя Россия не отказывается поставлять газ. Она ввела требования оплаты за рубли, и тем, кто оплачивает за рубли, газ идет. Но только не я, мы пока его оплачиваем долларами, как говорит глава Молдова Газ. У нас гибкий договор. У нас по контракту было доллары, а потом... Есть, они всегда были, и рубли, и доллары были всегда. А потом по контракту было что, евро, и рубли. Но мы сейчас используем в зависимости от того, какой выгодно, и пока тут проблем у нас не возникает. То есть у нас это было заложено в контракте. У европейцев было другое, у них о рублях никогда речь не шла. Вот поэтому и те страны, которые... Почему те попали под санкции, так называемые, российские с газом, где она перестала поставлять, потому что они отказались платить в рублях. То есть там другая ситуация. Но при этом резко увеличились поставки американского жирного газа, там наращенные поставки других, и структура исправилась. Поэтому, как говорит Андрей Иванович, да, физически он может быть больше и тот же американский жиженый в сети, но по юридическим документам, по обмену, по прочим и прочим, он как бы, если мы заключили контракт там, и обмениваем его. И тут же вопрос опять-таки возвращаясь, потому что они все тесно связаны с ценой и так далее. Потому что нам все время пытаются, оправдывая свою цену, которую начало плясать с сентября месяца, правительство говорит, что у нас в любом случае мы покупаем дешевле, чем на европейском рынке и так далее. И тут не поймешь, потому что часть из них, когда надо, говорит о том, что контракт очень хороший, потому что вот мы покупаем даже дешевле, чем на европейском рынке, а другие говорят о том, что Россия нас душит, она нас шантажирует, она нам взвинтила цены. Немскам дала цены нечисленные. Да, да, и так далее. Значит, во-первых, неправомерно сравнивать. Спотовый рынок – это спекулятивный рынок, на котором идет десятки раз перепродажа. То есть он работает очень просто. Ну, как очень просто? Я купил газ в «Газпроме», мне газ не нужен в принципе. Я его купил, заключил контракт, физически закачал в хранилище или контракт имею. Теперь я сижу и думаю, кому его перепродать. И я выбрасываю этот контракт на рынок с надбавкой в 10%. И покупает мой партнер, который сидит сегодня здесь. Ему тоже этот газ не нужен. Но он и так, наконец, наступает период, когда появился тот, который… Конечно, потребитель. …который нужен газ. И он его купит за цены со всеми накрутками. И второй вариант. Я с вами заключаю контракт на 10-20 лет, в котором есть цена установлена. И вы там пришлите, как хотите. А мы с вами имеем договор. Так вот, сравнивать вот это и с тем, оно абсолютно непромеумерно. Надо сравнивать наш контракт с Венгрией, с Германией, с Сербией. И все же, извините, господин Мураскин, господин Мураскин, вы как эксперт технически, у нас сегодня Венгры, будучи политически членами Европейского Союза, страной НАТО, они получили долгосрочный выгодный контракт, чем получили мы. Почему? Мы что-то сделали не так технически? Или это, как говорят многие эксперты, даже господин Пудменский сказал, что это чисто политический вопрос? Одну поправку. Они не получили, они заключили контракт. Получили, это как, знаете, как дали им по ману. Они не получили, они его заключили, благодаря умелым переговорам, благодаря пониманию ситуации, благодаря тому, что нашли общий язык, благодаря тому, что есть их специфические особенности в Европейском Союзе. Это куча факторов. Но это дало им возможность заключить такой выгодный контракт. Андрей Иванович, почему нам не удалось тогда заключить такой выгодный контракт? Я не присутствовал на этих переговорах и не могу сказать, почему так не произошло. Но вы читали этот контракт сам? Да, я читал. Я читал внимательно. А что там не так? Нет, в контракте все так. Смотрите. Опять же, мы почему-то обвиняем кого-то, что нам что-то как-то не так продали. Если мы работаем в условиях рыночной экономики, значит мы должны покупать газ по той рыночной цене у того поставщика, который имеется на территории Молдовы. Если вовремя государство не развило рынок для того, чтобы было несколько поставщиков и были альтернативы, мы будем пользоваться тем поставщиком, который имеется. И реально можно поставить газ, и у него имеется этот газ. Этим поставщиком на следующий день по-прежнему является Молдова-газ. И другого реального большого поставщика у нас нет. Энергоком сейчас пробует только силой. Я не думаю, что этой зимой он будет решающим поставщиком газа. Я не вижу пока такого варианта. Даже если речь идет, например, о поставках газа из Азербайджана. Таким образом, получается, что мы снова обращаемся к компанию Молдова-газ и обвиняем ее во всем. Но Молдова-газ, повторяю еще раз, это коммерческая компания, которая действует в рыночных условиях. И если нам не нравится цена газа, которую предлагает нам Молдова-газ, значит мы должны были бы теоретически отказаться от этого газа. Но так как другого альтернативного источника у нас поставки нет, и другого поставщика нет, и другого транспортировки нет, и все остальные только обещают и не могут предложить по более выгодной цене. Газпром – это огромная компания, которая прекрасно понимает себе, что она собой представляет, каким рынком она владеет. Она фактически регулирует цены. Представьте себе, что 40% газа, представляющего собой трубопроводный газ, это газ из Газпрома, газ из Российской Федерации. Естественно, при таком занятии рынка, при такой нише рынка, при таком объеме рынка, она прекрасно знает, что она может, чего не может, и что стоит каждое ее действие для того, чтобы изменить цену на газ. Она чуть поубавила объемы поставок газа, опять же, по просьбе европейцев. Ведь это европейцы сейчас рассказывают о том, что вот такие-сякие и так далее они. Я нисколько не оправдываю Газпром, но я себя ставлю объективно в ситуацию. Подождите, так вы же сами рассматривали вопрос для того, чтобы отказаться от российского газа. Украина призывала к этому, эмбарго собирались водить на нефть и газ. Все отказывались, пытались отказаться от российского газа. На что Газпром говорил, вы не сможете это сделать, это неразумно. У нас есть контракты, есть отношения. Зачем нам рвать эти отношения? Тем не менее, европейцы настойчиво говорили о том, особенно те, которые мало зависят от газа. Они настойчиво говорили о том, что давайте откажемся от российского газа. И в итоге это привело к чему? К тому, что два самых малопотребляемых, одних самых малопотребляемых потребителей, это Польша и Болгария, оказались без газа. Потому что их слишком настойчивость была велика по отношению к разторжению контракта с россиянами. Хотя, если говорить честно, они заплатили за газ. Они в евро заплатили за газ. Но здесь есть и политика определенная, где Россия определила некий круг стран, которые являются дружественными и недружественными странами. У нее какое-то свое понятие в этом вопросе. Венгрия, видимо, оказалась в разряде дружественных стран. Поэтому здесь включился и политический какой-то рычажок, в котором она сказала, ну вот если она дружественная, и она нам друг, почему бы нам не отдать ей подешевле? Кроме того, там были какие-то другие условия, переговорщики, что-то обещали, наверное. И, наверное, Венгрия в какой-то степени выполняет эти обещания или не выполняет. То есть вы намекаете на то, что все-таки какие-то политические обещания там были? Это все в смеси. Это все, как вы понимаете, нельзя оторвать одно от другое. Или в Венгрии есть какие-то суперпереговорщики? Есть переговорщики раз, есть технические возможности два, есть какие-то, может быть, политические обещания три, есть какая-то дальновидность в рассмотрении вопроса, может быть, какие-то другие еще есть контакты на определенном уровне, которые убеждают россиян в том, чтобы определенным странам продавать дешевле газ. И, господин Добашкан, еще один момент, который я хотел у вас спросить. Предложение Румынии помочь Молдове и построить для нашей страны, на их территории, газохранилище для хранения газа. Как вы смотрите на это предложение? Если на их территории, то отрицательно. Отрицательно? Если на их территории, то отрицательно. Если построить на нашей территории, то положительно. Но рассматриваться данный вопрос положительно только с точки зрения обеспечения безопасности. Что у вас есть хранилище, и у вас в этом хранилище есть газ. И вы, используя этот газ, можете решать задачи зимнего периода, другие какие-то задачи, которые есть у вас, с точки зрения безопасности поставок газа и транспортировки. Вам ее уже не нужно практически будет делать, он окажется на вашей территории. Если брать с точки зрения тарифа, нужно понимать, что любое хранилище – это довольно дорогостоящее удовольствие. Если, например, в тех странах, в которых есть хранилища, и они сделаны на базе бывших скважин газовых, например, так сделано в Украине, в Богорочанах, это одно самое близкое к нам хранилище. А у нас есть такие скважины? У нас нет таких скважин, мы не добиваем газ, и у нас нет таких слоев даже породы, которые могли бы позволить гарантированно удерживать там газ. Большинство газовых хранилищ самых рентабельных, они на сегодняшний день обычно бывшие газовые скважины. В них газ откачался, выразовалась какая-то пустота, в эту пустоту сейчас закачивают газ и забирают, закачивают и забирают. Так работают самые эффективные хранилища. Хотя сейчас есть и другие технологии для того, чтобы сохранять газ. Спасибо, Александр Сергеевич. Вот договорились БРР на кредит в 300 миллионов, на покупку из альтернативных источников газа, который будет храниться как запасы для Молдовы. С одной стороны, это супер, это энергобезопасность, с другой стороны, мы понимаем, что это деньги не подарок, это кредит. И получается, что мы должны 700, точнее 709 миллионов плюс 300 миллионов. Не проще, вот мне, кстати, даже телезрители меня спрашивали, не проще ли было эти 300 миллионов потратить на то, чтобы рассчитаться с Газпромом и быть должными уже 409, так скажем, миллионов. И как вообще вы смотрите на этот кредит и эту идею об хранении запасов газов для Молдовы? Ну, учитывая всю эту сложную ситуацию экономическую, политическую и полнейшую, скажем так, непредсказуемость будущего в этом отношении, для один из элементов обеспечения энергобезопасности страны является наличие определенных резервов, которые решают вопрос обеспечения страны энергоресурсами в критический период. При нормальной ситуации они могут в определенной степени решать вопросы ценовых сглаживаний. Но это когда нормальная ситуация, когда у тебя четко работает летом дешевле, загнав в хранилище, зимой дороже, начинаешь от... Как было раньше, да? Да. Вот когда мы вернем... То есть в этом смысле оно как бы нормальное. Я вот тут насчет Румынии, вы сами сказали, что вы против, а с другой стороны у нас и выхода нет. Я вот посмотрел Грузию сейчас. Они, правда, начали, по-моему, в 2018-м, должны были сдать в 2023-м, но сейчас обещают, что после 2025-го года у них же эти пустоты... Александр Сергеевич, они строят на территории Армении? На территории Грузии? Да, у них есть возможности в этих пещерах. И, значит, 300 миллионов евро это стоит и так далее. Значит, у нас, поскольку на нашей территории нельзя, значит, нам либо отказаться... Александр Сергеевич, почему нельзя? Так вы же сами говорите, что у нас нет этих пластов, нет того и так далее. У нас нет сегодня пластов, чтобы это сделать натурально. Но есть искусственные возможности для образования хранилища, и нужно сделать. Если есть технологии, которые... В любом месте, я сказал, есть другие технологии, мы можем строить. Но если строить уже в целях безопасности, нужно представлять две вещи. Первое. Насколько долго вы будете использовать природный газ? 5, 10, 20 лет. Какая у вас стратегия дальше в самой стране? Это первый вопрос. И второй вопрос, соответственно, если вы строите, какого объема вы строите, какие затраты у вас будут? Потому что все равно эти все затраты придется включить в тариф. Если вы не включаете в тариф, то берет на себя государство. Даже если государство берет на себя, это все равно налоги. То есть вы выплачиваете тогда эти деньги из налогов. Вам же придется расплатиться с тем, кто построит это хранилище. Вот о чем я больше говорю. Поэтому на территорию Румынии я был бы против строительства. Понимаете, сейчас идет такая тенденция постоянной привязки к инфраструктуре Румынии. То газом нас пытаются привязать, то электроэнергией пытаются привязать, то хранилищами, другими способами всевозможными. Вот любой интерконнектор это хорошо, я только скажу за. Любые возможности повышения энергетической безопасности это хорошо. То есть плохо, что на территории Румынии, хорошо, что в принципе есть. Как вы говорите. Второе, таковая закупка как резерв, это тоже замечательно, потому что это может позволить нам все-таки сбалансировать. То есть ситуация, когда будут какие-то критические случаи. Большое потребление, прекращение поставки, другая цена. То есть здесь разные могут быть варианты. Вопрос, что этим занимается государство, тоже неплохо, потому что у него есть определенный ресурс, и он может себе это позволить. 300 миллионов хорошая цифра, я думаю, что этих денег будет достаточно для того, чтобы обеспечить на зимний период, по крайней мере, газом. А как самого хранилища, я говорю, строительство на другой территории, это уже небезопасно. Вот об этом я больше говорю. Технологии есть. Да, что касается... Долго. 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 Вот почему нам не выплатить долг? Ну вот потому что нельзя так делать. Почему? Потому что Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Международный валютный фонд не говорит о том, что вот на те деньги, вот вам, вы хотели 300 миллионов, на те, мы вам даем кредит, делайте, что хотите. Ну вот с валютным фондом была ситуация, это когда давали на покрытие бюджета, выступление от правил, в связи с тем, что пандемия и так далее, потом они дали значительную часть в связи с тем, что все страны пострадавшие получили, это выступление от правил. Европейский банк реконструкции и развития так и называется, Европейский банк реконструкции и развития. Банк, который выдает кредиты на реализацию определенных инвестиционных проектов. И поэтому он дает деньги не вообще, а дает деньги на реализацию конкретного проекта такого-такого-такого. И просто дать деньги, вот вам 300 миллионов, отдайте им России в счет вашего долга. Такого не будет, потому что такого не будет никогда. Хоть не говори никогда и так далее. Нравится это, не нравится, но это так. Было бы неплохо, это же мы выходим из-под зависимости России тогда, получается. Это было бы и неправильно, и плохо. А как, господин Домашкан, правильно? Это когда мы вспоминаем, когда спрашивали у Приднестровья, когда они вернут долг, когда господин Шевчук говорил, что долги отдают только трусы. То есть мы тоже так с Госпомом должны себя вести? Ну не надо, мы прекрасно понимаем, что я в 99-м году имел, как говорится, когда они на три дня отключили от Элиэнергии, очень тяжелые переговоры на Кочурганах и с тем же Смирновым, и Блажковым, и Анатолий Иванович, и так далее еще. Министром промышленности. Да, когда они тоже мне говорили и прочее, что вот я им тоже тыкнул, но вы сами сидите в долгах, как в шуках, они говорят, это не ваше дело и прочее. Мы прекрасно знаем ситуацию в Приднестровье, почему они так, кто их держит и так далее. Поэтому с их стороны разговоры о том, что долги отдают только трусы, это, извините меня за выражение, хоть бывшие там шевчуки и прочее, это три потня, которые не стоят ни гроша. Существует правило, и, как говорится, ты долги должен отдать. Другое дело, что ты должен уметь еще обладать способностями, искать возможности оттянуть, переговорить, реструктурировать. На этом и существует целый ряд различного рода механизмов и прочее. И тот же «Газпром» не брал нас за глотку, каждый год эти 709 миллионов сто раз уже могли отключить газы, сказать, пока не заплатите, мы вам ни грамма газа не дадим. Переговариваемся, откладываем и так далее, и так далее. Договорились, что мы проведем аудит, мы вам не верим, «Газпрому», мы проверим. Хорошо, проводите аудит. Провалили мы этот аудит до сегодняшнего дня, теперь списываем на войну. А война к этому не имеет никакого отношения, потому что с 29 октября, как подписали протокол «Газпромом», до января месяца правительство палец о палец не ударило о том, чтобы организовать. 10 раз можно было 10 тендеров организовать и так далее. Но это все тянули, потом месяца полтора готовили, так сказать, спецификации для тендера, а потом все, а тут война, ой, слава богу, фу-фу-фу, как говорится, говорю такие слова. Кому война, кому мать родная. А теперь война, мы не виноваты, это война. По поводу аудита, господин Муравский. Вот с учетом просрочки платежей, как говорят, долг достигает 709 миллионов долларов. Зачем нужен аудит долга, нам никто не объясняет. Если, например, логично, что абсолютно все платежи за газ, они проходили через банки, все объемы правого берега были отражены в таможенных декларациях, по которым платили. То есть получается, это не проверка «Газпрома», а это проверка наших органов, наших таможенных органов, нашего Нацбанка, репатриация валюты. Это же не повлияет на размер долга. Я тоже считаю, что не повлияет, но если уже сказали, что хотим провести аудит, проведите. Вот вы сказали, организуйте и проведите. Но вопрос же заключается в том, что вы сказали, а провалили практически проведение этого аудита, то есть его нет. Но «Газпром» продолжает поставки газа в штатном режиме. Да, «Газпром». Но у него появилась юридическая зацепка, которая может в любой момент послужить основанием. У вас не выполнен вот такой пункт, и мы вас предупреждаем. Если в течение недели не будет организован тендер, мы вам отключаем газ. А дальше власти, может, специально провоцируют это? А смысл? Вот я понимаю, это надо быть абсолютно больным или прочее, чтобы провоцировать на то, чтобы «Газпром» отключил газ. Ну хорошо, он отключит газ. Что дальше? Ну хорошо, мы получим какую-то помощь от Европы, как нам поляки продали этот миллион в несколько раз. Запомнил резервы газом, хранилища. Откуда? Резервы газом. А где газ возьмем? Где газ возьмем? Зато будем платить в пять раз дороже, но зато гордые независимые люди. Не-не-не, в пять раз дороже не получишься, это рынок, в сторону там близкие цены. Мы же сами привязались к этой формуле. Пусть у «Газпрома», но через «Румынию». Нет, что значит через «Румынию». Нет, нет, нет. Сдавать не будем. То есть это нереально. Нет, что нереально. Мы не думаем, что так думают наши руководители. Они не думают, что они хотят сделать хуже населения, страннее и так далее. Александр Сергеевич же сказал, что есть проблема некомпетентности определенной. Есть проблема отсутствия опыта, переговоров с таким большим предприятием, назовем так, или компанией, каким является «Газпром». Александр Сергеевич, прошу вас. А теперь насчет смысла этого аудита. Я говорю, я считаю, что нет. Но поскольку в обществе существуют вот эти политические брожения, у нас есть эксперты, которые сделали там целый доклад и неоднократно подчеркивали, что их расчеты показывают, что это не мы должны «Газпрому», а «Газпром» должен нам. Хорошо, хорошо, успокоим всех, пускай будет проведен этот аудит. Тем более, что в определенной степени определенные сомнения в обществе у ряда специалистов имеют право на существование, потому что, будем говорить так, что все, что касается газа, который уже в Приднестровье, и оплата оттуда, вот там серая зона. Вот там в деталях. И поэтому существует определенное опасение, что в этой части долга 709, ну там 440 миллионов, по-моему, базовая и остальное, это уже на пеня за просрочку платежей. Что в этой лежит, так сказать, часть долга, которая Приднестровья, и нам его просто втюхивают. Я не могу, не готов дать ответ, но я говорю, провести аудит хорошо. Более того, если так уже говорить о долге, то речь идет о 709 миллионах долгах, которые считаются с 2014 года. А у нас еще есть долг 90-х годов, который лежит на факторинг финансов. Фирма, которая была создана в России, на которой Газпром перебросил долги и дал ей права требовать у должников. Вот это показывает, надеюсь, что, как говорится, оно ушло, но оно, в принципе, висит. А нам Газпром говорит только о долге с 2014 года, который возник как раз вот тогда, разрывы в тарифных платежах и прочее. Смотри, до 2014 года мы вышли вот где-то с 2003 по 2014 год, по-моему, у нас, когда в начале 2000-х годов, когда мы тогда выкупили облигации, потом пролистобраги, что потом тарливо вошло в график, так сказать, погашения долгов, погасили долги и вошли в процесс платежей текущих. Все текущие платежи шли нормально. В 2014, 2015, 2016, когда вот началась эта свистопляска с тарифами, ну, там много вопросов, связанных и с той же методологией, тем, как, когда менялись тарифы и прочее. Возникли вот тарифные эти разрывы, которые привели к этому долгу. И это долг есть. Хотите проверить? Меня ведь бесит, грубо говоря, то, что сами настаивали. Совершенно верно. Сами настаивали. И за это время, за те октябрь, ноябрь, декабрь, январь, до начала военных действий на Украине, 4 месяца. За эти 4 месяца можно было провести 10 аудитов. Господин Домашкат, вы как считаете, аудит выявит? Изменит ли вот эту цифру, о которой сегодня говорят? Я не знаю, не являясь специалистом с точки зрения финансов и бухгалтерских документов, я скажу другое, что хочу поддержать Александра Сергеевича в его рассуждении о том, что, скорее всего, кто-то из руководства страны пришел к выводу о том, что данная сумма не является суммой реальной. И она в последнее время меньше. Соответственно, не хотелось бы от имени Молдовы ГАЗ, заметьте, от имени коммерческой организации Молдовы ГАЗ оплачивать данные деньги. Это кажется очень странным. Какое обязательство несет наша страна по отношению к долгам, которые имеются в Молдовы ГАЗ? Это дочерние Газпрома. Это дочерние Газпромы ГАЗ, у которого есть доля к проценту. Есть два. Повторяю, значит, один другой. Молдова ГАЗ не является дочерней компанией Газпрома. Потому что дочерняя компания является компанией, в которой компания-матка полностью принимает решения, назначает и так далее, и так далее. Кроме того, в Молдавском законодательстве не существует понятия «мажоритарный акционер». Миноритарным акционером Молдова ГАЗ и Молдавское правительство и предистровье не являются. Миноритарными являются только те 1,3 акции, которые приняты физическим лицам. И Молдова ГАЗ не дочерняя компания. Если когда поднимете устав Молдова ГАЗ, то вы увидите, что все ключевые решения по изменению устава, по одобрению крупных сделок, а все контракты крупные сделки и так далее, и так далее. Принимает правительство? Нет. Принимает общее собрание акционеров с 75% голосов. Это значит... Хотя 33% акций только государственные. 75% голосов надо для принятия решений. Это значит, что ни «Газпром» самостоятельно, ни «Молдавское правительство» самостоятельно не могут принять там ни одного решения. Могут принять решение, когда голосует «Молдавское правительство» представители и «Газпром». «Газпром» не может принять ни одного решения, если он будет голосовать вместе с «Преднестровской» стороной, а «Молдавская» сторона будет больше. Поэтому не является «Молдова ГАЗ» дочерней компанией. Это обычное акционерное общество, абсолютно самостоятельное, абсолютно независимое, которое имеет чисто коммерческие отношения с «Газпромом», как с другим экономическим агентом. И забудьте вы это слово «дочерняя компания». Интересно. Это так. Нет, я знаю, что это так, частично. Я знаю, что есть один, так сказать, акционер, который постоянно пишет «Дочерняя компания «Газпрома», а «Молдова ГАЗ» не дочерняя компания «Газпрома». Поднимите все определения, начиная с Википедии и кончая крупными справочниками юридическими по сути акционерных обществ, сути дочерних компаний, филиалов и так далее. Я просто, кажется, интервью брала у господина Рейдмана, который говорил, что 35% акций принадлежит нам, Молдове. Правительство. Правительство. Правительство Республики Молдова, лице министерства. Несмотря на это решающее слово всегда за правительство Молдовы. Самое основное слово. Значит, ни правительство Молдовы, ни «Газпром» не могут самостоятельно принять ничего. То есть, устав говорит о том, что основные решения принимают 75%. А 75% там возможно только в одной комбинации. Молдова, правительство и «Газпром». Или все втроем. Приднестровье и эти. Обычно Приднестровье делегирует свои акции полномочия. А сейчас Приднестровье делегирует «Газпрома» для того, чтобы не посещать эти собрания. Но даже в этом случае «Газпрома» не хватает. Не хватает. Потому что 14,86% находится у Приднестровья. Соответственно, 50% плюс 1 акция находится у «Газпрома». Это всего 64-65%. Еще один очень такой интересный вопрос. Вот 700 миллионов у нас есть долг. Не у нас, а у компании «Молдова Газ». Компания «Молдова Газ». Перед поставщиком «Газа» «Газпром». «Газпром». Получается, что все равно мы налогоплательщики и потребители. Это долг. Да не факт. Тоже не факт. Ну, да. Но это отдельная тема. Сейчас я задаю вопрос, который больше волнует. Плюс 300 миллионов мы берем у ИБРР. Возвращать нужно будет нам это все. Все равно. Вы в любом случае это вернете? Нет ли тут скрытого умысла, вот вы как экономисты, обанкротить предприятие «Молдова Газа»? А смысл? А смысл? Я... Подожди, стой, 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 стой. А что такое предприятие обновить все взаимоотношения с «Газпромом»? Очень быстро. Деньги берет не «Молдова Газ». Деньги берет компания «Энергоком». Соответственно, деньги придется возвращать компанию «Энергоком». Это раз. Второе. Она не берет, как говорил Александр Сергеевич, просто на какие-то погашения долгов. Она берет на реальный товар, который будет куплен по какой-то цене. Это уже тарифы, которые известны заранее. Она будет хранить, предположим, этот газ в Румынии. Этот газ будет приобретен. Вы же все равно потребите этот газ. Что вы купите у «Энергокома», что вы купите у «Молдовы Газ», у другой любой компании. Вам нужен газ. Вы за него заплатите деньги. Значит, эти 300 миллионов вы все равно вернете просто в газе. То есть, здесь нет никаких каких-то больших, скажем, процентов. Или, как вы думаете, повесят на каждого гражданина «Молдовы» и так далее, и так далее. Кто потребит газ, тот и заплатит. Кто будет топить дровами, никакого отношения к этим деньгам. Иметь не будет, потому что он не потребил продукт. И эти деньги пойдут на реальные продукты. И это правильно. Потому что это позволит, как уже говорил Александр Сергеевич, иметь резерв на зимний период. На всякий случай. Поэтому нельзя смешивать эти 700 миллионов и 300 миллионов. 700 миллионов – это долг конкретной компании «Молдова Газ», конкретному поставщику «Газпрому». 300 миллионов – это деньги, которые выделяются правительством, государственной компанией «Энергоком» для закупки газа, для того, чтобы обеспечить энергобезопасность основной в зимний период. И это правильное решение. – Господин Муравский, мы сегодня обязательно должны обсудить еще одну тему. Поэтому я хочу спросить, господин Муравский, получается, что за повышением цен на газ обязательно последует повышение цен на электроэнергию? – Ну, вот как сегодня уже Андрей Иванович один раз говорил о том тарифах, что можно, но не обязательно. Тут вопрос заключается в том, насколько вырастет тариф на газ. – То есть, одно дело повышение, какой тариф, какой контракт с Кочерганской ГРС, пока, насколько мы знаем… – На два месяца очередной временный контракт. – Да, очередной контракт временный, без повышения, по-старому. – Да, хотя уже вроде цена на газ в 1 июля будет другая. – То есть, как бы есть, как говорится, зацепки. – Конечно, это продолжаться бесконечно не может. Почему каждый раз на месяц, на два? Я думаю, что одна из причин – вот эта неясность, то есть неясность ситуации. – Нет, были у меня представители власти, я задавала им этот вопрос, они отвечают там схемы. Мы обязательно должны разобраться в тех схемах, а потом мы будем долгосрочные отношения с интервалом заключать. – Значит, я тогда задам представителям правительства вопрос, который я задавал уже неоднократно. Прошел год, как вы у власти. – Значит, мы имеем отчет Министерства финансов об исполнении бюджета за первые пять месяцев, за январь-майд. – Который говорится о том, что доходная часть бюджета увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. – И расходная на 17% по отношению. – То есть, картина прекрасна. – На 20% увеличили доходы бюджета. – Значит, если мы возьмем уровень инфляции, который мы уже имеем с вами рекордный, то оказывается, что у нас доходная часть бюджета не такая, а она провалена полностью. – То есть, бюджет провален полностью. – И у меня тогда возникает вопрос. – Вы целый год, значит, до этого, как президент пришла к власти, потом парламент, теперь год правительства говорит о том, что вы разрушили схемы, вы там навели порядок на таможню, вы так далее. – Импорт у нас вырос почти в два раза больше, чем экспорт. – А у нас основная масса доходной части бюджета формируется за счет акциза в НДС на импорт. – Так что же вы бюджет проваливаете? – Где доходы? – Где ваши разрушенные схемы? – Тогда одно из двух. – Либо это все бла-бла-бла, либо вы просто эти схемы перенаправили в своем направлении. Но другого вывода я не могу сделать, поэтому эти разговоры о схемах и так далее. Да, какие-то в энергокомплексе всегда какие-то были там перетоки и так далее. Насколько они большие? Ну, я знаю, в 90-х годах они были большие, потому что тогда сидействовала система взаимозачетов. А это такая, так сказать, яма, в которой варилась. Потом перешли на прочее. Теперь я задаю вопрос, а вот это вот создание 30% закупки по более дорогой цене у украинцев, которое обосновывается тем, что тем самым надо создать альтернативного поставщика, повысить энергобезопасность и так далее. Для меня это шито белыми нитками. Это не есть ли одна из новых схем созданных и прочее? – А вы считаете, что там есть схема все-таки? – Я задаю вопрос им. Я ничего не считаю, я просто задаю им вопрос, где результаты борьбы со схемами, так же, как я задаю вопрос президенту, 5, сегодня задам 6 раз. 5 июня 2021 года госпожа президент, ну, сейчас по новым правилам должны говорить президентка, объявила торжественно о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией с участием иностранных специалистов. На это, опять-таки, согласно объявлению, были выделены средства от партнеров по развитию на, так сказать, организацию работы. Прошел год, я хочу видеть хотя бы один маленький отчет, хотя бы один маленький результат вот этого комитета, что он сделал, сколько средств партнеров было израсходовано, сколько средств партнеров было израсходовано на поддержание работников аппарата администрации президентки, которые оказывают так называемую помощь этому комитету. Если комитет созданный на второй день умер, так и скажите, ну, провалилась идея. Ну, бывает, не все идеи реализуются. Но если я задаю 5 раз вопрос этот публично и не получаю никакой реакции, я говорю о том, что я могу считать, что там тоже какие-то схемы, через которые подпитывается аппарат президента. Я имею право так считать. До тех пор, пока не получу другого ответа, у меня есть это право. Поэтому вопрос электроэнергии тут очень такой тонкий, этого раз. Во-вторых, мы вот с предисловием находимся все время вот в этих щепетильных политических отношениях, потому что, с одной стороны, нам нечего бегать, кого-то искать. У нас Кучерганская ГРЭС может покрыть несколько потребностей Молдовы. Она строилась в свое время в Советском Союзе, как обеспечивать Молдову, в Юг Украины и даже на Румынию и Болгарию экспортировать. То есть мощь, сейчас она не работает на полную мощь, она использует четверть своей мощности. Более того, дешевле электроэнергии нам не даст никто. Ни Украина, ни Румыния. Вон Румыния, как говорится, мы тут покупаем по 59, а у Румын цена от 180 до 230. Ну, и дешевле не будет. А они могут сегодня? Вопрос заключается в том, что, конечно, поскольку они работают на газе, повышение цены на газ, оно как бы дает им основания повышать тариф на электроэнергию для нас. У нас есть только один козырь, который надо иметь уж сильные, так сказать, переговорные, иметь хорошую позицию в той же Москве и прочее. Разговаривать у нас аргумент очень простой. Какая вам разница, какой тариф на газ, если вы нам все равно за него не платите? У нас же получается схема, мы, Молдова, правая часть отдаёт газ, кучурганы потребляет, за него нам не платят, а электроэнергию продаёт, в которую включена себестоимость этого газа. Ну, это справедливо? Нет, конечно. Но тут уже большая политика, в которой, так сказать, надо уметь переговариваться, надо уметь где-то находить слабые места, где-то договариваться. Всё-таки, господин Муравский, мы знаем, что сегодня Молдавская Гресса принадлежит компании Интерао. И знаем, что там владельцы, в числе владельцев, это российская сторона. Да. Может ли быть так, что в какой-то момент они откажутся нам поставлять электроэнергию? Ну, понимаете, вопрос экономический, он же тоже стоит. А куда, что они тогда будут делать? Ну, что они будут делать? А если политика включится, как вы говорите? Ну, и для них, если они примут политическое решение, закрыть кучерканскую грязь. Например, покупайте вооружение у Запада, покупайте, пожалуйста, электроэнергию у Запада. Какие проблемы у вас? Ну, например, такое может быть теоретически? Вы как чувствуете? Значит, в жизни ничего не бывает невозможного. То есть мы можем с вами сейчас надумать и нафантазировать столько разных схем, которые, может быть, когда-нибудь чего-то и случатся, да? Откуда я знаю? А может быть, завтра вдруг придет новое правительство, которое, вопреки всем, договорится с какими-нибудь французами и где-то на севере, вопреки, так сказать, по новым технологиям, поставит какую-то атомную. Или, вон, как сейчас американцы предлагают румынам эти мобильные ядерные генераторы какого-то. И все, и нам не нужны будут ни кучерганы, ни Европа. Господин Дорожник, это фантастика или это возможно? Это возможно. Это возможно, просто здесь проблемы в вопросе безопасности, количество персонала, которое, с вами, имеется подготовленного, вывоза отходов и так далее. И денег, потому что там на безопасность уходит гораздо дороже, чем на выработку электроэнергии. Совершенно верно. А здесь вопрос в качестве энергии, в плотности энергии и так далее. Лезвие здесь мы уходим уже в такие физические, скажем, ипостаси, которые неинтересны нашему зрителю, я думаю. Что зрителю сейчас больше всего интересует, что будет с ценой на свет? Давайте вернемся к вопросу цены электроэнергии. Как говорит Александр Сергеевич, я еще в прошлом году аналогично предлагал следующий шаг. Если мы считаем, что ПАО «Газпром» продает по цене газ одинаковый для левого и правого берега, и правый берег за это оплачивает, точнее потребители правого берега, а потребитель левого берега не оплачивает, этот долг записывается на долг Молдова-Газ и будет рано или поздно предъявлен, как считают почему-то в основном руководящие власти, скажем, что будет предъявлен каждому жителю Молдовы, то это неправильно. То нужно ввести переговоры о том, чтобы изначально со старта таких вариантов не было. Об этом, в принципе, и говорит руководство Приднестровья. Другой вопрос, что руководство Приднестровья просит за такие заверения, и что попросит «Газпром». Но в любом случае это, в общем-то, в любом случае долги определенных предприятий, которые находятся на территории левого бережья. В частности, это Тираспорт-Трансгаз-компания, которая до сих пор не разделена, и она у них является единой компанией и поставщиком, и оператором транспортным, и дистрибуционным. Соответственно, это все-таки взаимоотношения между юридическими лицами. И эти отношения могут, конечно, очень сильно повредить самому акционеру, которым является государство в компании «Молдова-Газ». Вот об этом нужно ввести вопрос. В конце концов государство заботится о том, что оно, как акционер, при каких-то неблагоприятных условиях будет вынуждено, как акционер, каким-то образом решать вопрос об оплате этого долга. Хотя, с другой стороны, есть и банкротство, есть и другие любые процедуры, которые могли бы уйти или, скажем, позволить избежать этих оплат. Но это сейчас, опять же, мы можем нафантазировать и дальше. Любые варианты, и они будут, конечно, иметь место, как один из вариантов. Возвращаясь к вопросу электроэнергии. Если Молдавская ГРЭС способна поставлять электроэнергию, а она готова и хочет это делать, я вам говорю это со всей ответственностью, то можно было бы решить вопрос таким образом, что выставляя определенные условия, Молдавская ГРЭС заключить контракт на 5 лет. Я предлагал это еще в прошлом году, когда Александр Сергеевич был свидетелем, мы были на одной конференции как-то вместе. И я предложил вариант решения, при котором Молдова ГАЗ, а точнее не Молдова ГАЗ, а может быть и Наркоком, получает газ в виде довальческой схемы и передает его по документам Курчуганской ГРЭС. Курчуганская ГРЭС по согласованной цене передает нам электроэнергию. И нужно было заключить этот контракт на 5 лет, пока пройдут все вот эти перипетии. Я не знал, что будет война, я не знал, что будет рост цены и рост тарифов. Мы говорили, это было тепло, осень еще была. И, соответственно, я чувствовал, что необходимо иметь какую-то передышку на долгий срок. И нужно хотя бы правительству иметь один энергоноситель, один, устойчиво, дешево, для того, чтобы не дразнить население, для того, чтобы работали предприятия. У нас не так много потребления газа для предприятий, в отличие от, например, европейских стран. У нас потребление газа в основном идет для того, чтобы, а, вырабатывали электроэнергию на Кучерганской ГРЭС, б, для того, чтобы отапливать наши дома, особенно ТЭЦ. И также ТЭЦ берет газ для выработки электроэнергии. Большая проблема в том, что в тарифе у нас, в сегодняшнем существующем, которые просят повысить дистрибуторы, кроме того, что они имеют собственные затраты, которые в небольшом масштабе растут, это цена газа, которая поступает на наши ТЭЦ. Ведь у нас вырабатывается большое количество электроэнергии на наших ТЭЦ. И это и есть главная причина роста тарифа на сегодняшний день. Потому что газ, который к ним заходит, уже никто оплачивать за них не будет. И у нас самая дорогая цена, которая поставляется на рынок, это цена электроэнергии от наших ТЭЦ. ТЭЦ, два ТЭЦ в Кишневе находятся, одна ТЭЦ находится в Бельце. Посмотрите, у них 3,35 сегодня уже есть тариф за 1 кВт. Это еще без транспортировки и без других затрат, которые будут, конечно, расти. И они составляют сейчас примерно около 80 банек у Premier Energy, например, добавьте к этой цене. Так они еще просят повышение тарифа до 3,80, потому что растет цена газа. У нас самая невыгодная энергия, которую мы употребляем, это от наших ТЭЦ. К сожалению, и никто этот вопрос не решает. А если взять еще вопросы, сколько мы платим за отход, который у них есть технологический, который называется горячая вода, и мы это оплачиваем как отопление и как горячую воду, то это вообще умом не постижим. Они тоже просят повышение там тарифа. А 30%, что мы у Украины закупаем? Сейчас вернемся и к этому вопросу. Мы, между прочим, та вода, которую мы употребляем, не полностью расходуется и не полностью покупается. И поэтому мы еще 30% лишних оплачиваем за то, что получаем теплоэнергию от термоэлектрики, которая не востребована была бы. Это все включается в тариф. А если взять энтропию, если взять потери и прочее, то мы переплачиваем чуть ли не в два раза за воду и за отопление. Мы должны это понимать. И еще нас заставляет государство покупать дорогую электроэнергию. Если бы был рынок электроэнергии, никто бы эту электроэнергию не покупал. И нигде в большинстве стран... Спросите европейских экспертов. Пусть коллеги из правительства это спросят друг у друга. Спросите у европейских экспертов, которые ходят у вас по зданию. Куда идет электроэнергия с ТЭЦ, которая вырабатывается на западных странах? Большинство идет на балансировку системы. Потому что, когда существует балансирующая система, большинство электроэнергии, которые они перебирают потребителей, они вынуждены платить по любой цене. И в этом случае включается ТЭЦ и поставляют эту электроэнергию. И там уже цена практически значения не имеет. Потому что ты перебрал. Ты взял больше. У нас этого рынка пока не существует. Мы ментально еще не готовы. Мы по деньгам не готовы. Мы политически, может быть, не готовы. И по другим причинам. И поэтому идет очень-очень сложное внедрение третьего энергопакета. Мы провозгласили о том, что оно существует. А внедрить его боимся. Мы боимся, потому что это рынок. А чего боимся? А мы боимся двух вещей. Во-первых, это рынок и очень трудно ложиться на ментальность нашего населения. Потому что наше население все еще привыкло к более щадящим условиям существования. И как Газпром посмотрит на это? Знаете, двояко. Я скажу вам вопрос двояко, как Газпром посмотрит. С одной стороны, Газпрому выгодно, чтобы существовал третий энергопакет. И, наконец, просто от Молдовы газ все отстали с точки зрения того, что именно он виноват в всех проблемах и стоимости газа на территории Молдовы. Это он будет одним из поставщиков, который будет равно конкурировать с другими поставщиками на рынке. Их у нас, еще раз повторяю, может быть и 20, потому что есть уже 20 лицензий, может быть и больше. Реально будет 3-5 крупных поставщиков, которые распределят всех, разделят всех потребителей, и им будут поставлять этот газ. С одной стороны, Молдова газ вздохнет спокойно и не будет вешать для него всех собак. С другой стороны, Молдова газ в этом случае, скорее всего, если не будет выдана лицензия компания Терраспортрансгаз, потеряет возможность поставки газа в Левобережье. И вот этот баланс сейчас и висит как решение и для самого Молдова газ, но, скорее всего, больше для власти, для правительства и для тех, кто занимается этими вопросами. А что касается цены электроэнергии, вы спросили по поводу Украины. Во-первых, приняли законы, а нас не спросили, почему мы должны переплачивать. Во-вторых, вы должны понимать, что... Нам нужен альтернативный источник, а откуда он, как интервал себя поведет? Вот говорят представители власти. Хорошо, это альтернативный источник, вот у нас его 30%. Почему мы тогда ему переплачиваем такие значительные деньги? Да, украинцы говорят, что у них есть определенные законодательные ограничения, которые не позволяют снизить стоимость, вернее, электроэнергии от энергоатома или от Укргидроэнерго. Эти две компании могли бы поставлять самую дешевую электроэнергию, но они ниже, чем 77% не может. Это самая нижняя планка. Наш спикер парламента публично заявил о том, что мы лучше купим электроэнергию у украинцев, чем будем покупать у преднестровцев. Наверное, здесь скорее всего политический какой-то мотив, ведь если брать экономику, выгоднее брать у Приднестровья. Если, конечно, не учитывать то, что записывается некий долг на коммерческую компанию, Молдова-Газ, и тут разные варианты развития сюжета. А у нас спросили, мы можем переплачивать или нет? У нас никто не спросил. И более того, ведь деньги, которые осуществляются, платежи идут через государственную компанию Энергоком. То есть фактически эти деньги где? Каким образом Энергоком наделен этими деньгами? Что это за деньги? Каким образом он их использует? Ведь никто об этом сейчас пока не спрашивает. А вот представьте себе, вот сейчас Энергоком купил газ. Кстати, купил тоже Молдова-Газ. И вдруг цена газа падает. Кто ответит за то, что цена газа, купленного там в хранилище, дороже, чем та цена, которая будет на рынке? Но это не схема. Но это же не схема, да. Опять же, если мы говорим о схеме. Это все другое, да. Я не могу сказать, что они называют схемами именно, но я так понимаю, что там есть аукцион. На этом аукционе куплен газ. Какая между государственной компанией Энергоком, которая полностью контролируется действующим правительством, и тем, кто является поставщиком газа, и появляется схема. Если физически появляются какие-то перетоки, о которых говорят, перетоки существовали всегда, это физическое свойство электротока. Он всегда существует как переток. Но мы должны понимать другое еще, очень важную вещь. Кстати, ее хорошо знают господа Испас. И там есть специалисты, и, в принципе, еще раз говорю, хорошие, нормальные управленцы, просто в какой-то степени почему-то иногда либо торопятся, либо не советуются. И от этого получаются некоторые решения, которые не популярны у населения. Если мы, предложим, откажемся от поставки с Кучерградской ГРЭС, физически электроэнергия не поступит на территории Молдовы. Потому что все линии проходят через Молдавскую ГРЭС. Большинство, по крайней мере, это первое. И второе, если не работает хотя бы один энергоблок и не компенсирует подачу этой энергии, вы не сможете ее перекачать на территорию Молдовы. То есть, если Молдавская ГРЭС не работает, то передача летом энергии очень-очень проблематична со стороны Украины. Вот что нужно еще учитывать. И при этом получается, что мы покупаем дороже 30%. Ганам говорят, что мы покупаем потому, что у нас есть атернативный источник. И как только у нас Кучерградская ГРЭС прекратит поставку электроэнергии, эти 30% превратятся в 100%. И мы сможем потребить 100%. Нам поставят сразу 100%. Как это так? Я вырабатываю электроэнергию, откуда у меня резервы? Ведь это самая дешевая электроэнергия. Наверняка электроэнергия от Энергоатома и от УкрГидроэнерго расписана на годы вперед. Потому что это самая дешевая энергия. И кроме того, у них существует рынок в Украине. Как только спрос возникнет, то они, естественно, продадут туда, где будет более, скажем, привлекательная цена. И, соответственно, там, где будет лучше или больше спрос. Это может быть административный ресурс. Война, мы сказали поставить сюда, и все, и точка. И вы ничего не сделаете. Поэтому вопрос о том, что нам нужен второй активный источник, только потому, что он заменит первый источник, который дешевле, она очень сомнительна. И большой разрыв все-таки. Согласитесь, 59 центиков и 77 центиков разрыв очень большой за киловатт. И вполне можно было договориться с Кучугарской ГРС. Повторяю еще раз. Мы могли бы поставлять им подавальческой схеме, получать оттуда уже, так в этом случае, на левой забережье газ. Стоимость долго не растет. Газ числится за нашей стороной. Мы оттуда получаем по 59 центов. Мы должны были выставить цену электроэнергии. А почем РАО ЕС купит эту электроэнергию Газпрома? Нам было бы все равно. Они бы договаривались с Газпромом. Нам хоть по любой цене, хоть в ноль, хоть в 100 тысяч. И завершим мы нашу программу вопросами. Несколько вопросов тут есть телезрителей, которые я обещала задать. Например, Олег Очереднюк пишет, что нас ждет, не знает никто. От слова совсем. Интересно же, знает ли кто-то, что и как надо сделать, чтобы было лучше в тех условиях, на которые мы реально можем влиять. Очень коротко, если Андрей, на что мы сегодня можем влиять? Мы можем сделать запас газа. Второе, мы должны сделать запас мазута. У нас есть, позволяет хранилище сделать запас мазута. Мы должны проработать все сценарии сейчас, если газ закрывается, с какой стороны закрывается, что мы технически можем обеспечить. Мы должны проговориться со всеми странами-транспортерами, теоретически, откуда может прийти газ, что они нам подадут, в какой период, по каким техническим условиям, кто будет принимать здесь газ, какие условия они выставят нам, какие платежи. Это нужно прорабатывать все эти сценарии уже сейчас. И я бы все равно пошел бы сейчас к Молдавской ГРС, разговаривал бы с ними. И даже если существует опасность перекрытия газа для Молдовы на территории Украины, все равно разговаривал бы с ней о вопросе поставки сюда дешевой электроэнергии на более долгий период. И дал бы ей возможность работать более долгий период для того, чтобы процветала наша Молдова. Ольга, Ольга пишет, значит, господин Муравский. Вот каковы шансы, что нынешнее руководство сможет или захочет договориться о более низкой цене на газ? Ну, я уже говорил в процессе выступления. Я считаю, что они своей, так сказать, политикой непродуманные, начиная с первых дней нахождения у власти в этом смысле, они сожгли практически все мосты. Поэтому рассчитывать на пересмотр какого-то контракта с Газпромом, с моей точки зрения, уже не приходится. И надо выполнять то, о чем говорил господин Домашкан. А правительству уже максимально сосредоточить усилия на выработке реальных мер поддержки населения и определенной части бизнеса, особенно в отраслях, которые работают на социальный сфер, хлебопекарная промышленность, другие сегменты пищевой промышленности, для того, чтобы обеспечить более-менее чувствительную компенсацию. Игорь Татарин пишет, время дешевых энергоносителей закончилось для людей, а для Молдовы при нынешней власти тем более. Вы согласны? Ну, что мне не было спорить. Не согласен. Время на сегодняшний день закончилось. Что будет завтра? Ну, завтра ситуация будет. Я не согласен, потому что нужно рассматривать разные виды. Смотрите, есть страны, которые добывают сам газ внутри этой страны. И у них и существуют две цены на газ. Да возьмем Румынию. У них же для населения газ, который добывается в Румынии, он же не стоит дорого. Население продают по достаточно дешевой цене. Вообще приемлемой цене. Это первое. Второе. Есть Украина, которая добывает газ. Тоже продается население по другой цене. Есть цена для потребителей, скажем, небытовых. Она у них одна. Есть цена на биржи. Это другая цена. Это первое. Второе. Существуют страны, которые замкнуты. Например, Туркмения. У Туркмении все газопроводы построил Китай. И при всей своей добыче... Кстати, Туркмения занимает четвертое место в мире по объемам газа. Примерно 19 триллионов кубов газа обладает запасами Туркмении. Она поставляет в Китай. У них очень дешевый газ. Китай просто получает газ дешево. И Туркмения мучается, потому что она практически не может нарастить серьезно добычу. И продавать газ в другое место для того, чтобы было выгоднее, чем рассчитываться с Китая за газопроводы. И в других странах существует тоже достаточно дешевый газ. То есть газ сам по себе это полезное ископаемое, которое вы как оценили по цене, потому что он достался вам даром. И затратили на добычу и транспортировку. Столько он и стоит. Другой вопрос, что в каждом регионе в зависимости от потребностей таков рынок. Если у вас есть потребность в этом продукте, вы будете за него платить. Вот откуда идет цена от потребностей. И господин Домашкан, пока нас еще не отключили от эфира, я хочу вот у вас спросить, задать вам такой вопрос. По поводу альтернативных источников. Господин Домашкан сейчас очень часто ездит в Азербайджан и ведет там определенные договоренности. Вот реально, чтобы нас сегодня азербайджан снабжал газом, у них же есть все-таки какие-то резервы, запасы, добыча? Разделено на две составляющие. Первое – это наличие самого газа. И второе – это транспортировка газа из Азербайджана. Если вот очень коротко. Если очень коротко, добыча газа за прошлый год 43,6 миллиарда кубов добыла в Азербайджан. Только 16 миллиардов кубов они транспортировали и продали на внешний рынок. Из них 6 миллиардов зашло на Турцию, 10 миллиардов ушло на Европу. Из этих на Европу газа 2 миллиарда кубов ушло на Италию и Грецию дальше. То есть практически, и это полные возможности газопровода, который идет из Азербайджана. Там нет сейчас технических возможностей, если Турция не откажется от части газа, не отдаст свою квоту. И по количеству газа, и по транспортировке газопровода. Поэтому там существуют, я раньше говорил, довольно сложные технические возможности. Нужно обговорить с большим количеством операторов по дороге. И поэтому здесь крайне-крайне сложно. Скорее всего, рынок Европы будет более премиальным. И Молдова может получить газ из Азербайджана только в двух случаях. Или Турция отказывается от своей квоты газа. И вы можете получить эту квоту по согласованию между Турцией и Азербайджаном. Или из европейской квоты. По крайней мере, в зимний период, там 300-400 миллионов кубов газа, это теоретически возможно. Но крайне сложно. И второе, цена там будет высокой. Господи Муравский, вы хотели что-то добавить? Нет. Я тогда благодарна каждому из вас за очень интересную беседу, за исчерпывающие ответы. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире была программа «Главное». Сегодня мы обсуждали тему энергетической безопасности с гостями нашей студии. Нашими гостями сегодня были экс-вице-премьер-министр Молдавского правительства, экономист Александр Муравский, а также технический эксперт в области энергобезопасности, а также доктор кафедры экономических наук Академии публичного управления Андрей Домашкан. Я желаю вам хорошего вечера. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. Спасибо.